Привет, народ! Мы на даче. Точнее, я, мама, поехала в Киржачьи. Там нужно забрать документы всякие. Сейчас у нас последние выходные октября. И у нас сегодня плюс три. Так что, греемся. Я сейчас завела печку в терраске, печку в доме. В общем, прогреваем этот самый всю жилую площадь. Сейчас вот вышло солнышко и немножко стало теплее. Где-то, может быть, градусов пять. Но все равно, извините. Холодно. Еще вчера было плюс 17-18, а сегодня уже плюс три. Вот. Вчера купила в пятерочке семена по рубль девяносто. Морковки. Решили под зиму посеять, посмотреть, как вообще взойдет или нет. Потому что в прошлом году я ранней весной села укроп. Вместо него взошла морковка. Вот. Так что такой эксперимент на грядущий, на следующий год, да. Под зиму морковку просто перекопаю. Участочек небольшой, там, где у меня были перцы. И посею эту морковку. Вот. И сегодня, на сегодня у нас еще большие планы. Сейчас я вам кусочками покажу, что нужно будет сделать за эти выходные и уже окончательно закрыть сезон. По крайней мере, я уж точно больше не приеду, потому что при такой температуре очень холодно. И, в принципе, здесь даже на улице делать ничего не хочется, да и не нужно при такой температуре просто себя насиловать. Поэтому пойдемте смотреть, что осталось сделать и будем закрывать сезон. Итак, что нам нужно сделать? Собственно, посеять морковку. Может быть, один пакет, потому что я тут почитала. Здесь оказывается два грамма и где-то здесь написано вот полторы тысячи семян. То есть, это три тысячи морковок, если они все взойдут. Также нужно развести вот эту штуку пол пакета и залить нашу компостную кучу на зиму, закрыть ее каким-нибудь полиэтиленом, в общем, чем-нибудь закрыть. Вот. И доделать все работы в сарае и повесить на него замок. И поехали дальше. Сейчас еще покажу, что нужно успеть за два дня сделать. Итак, друзья, мы в сарае. Как видите, я уже потолок доделала. В общем-то, осталось совсем чуток. Вот в этой части от задней боковины, всю заднюю стенку и до задней, другой боковины, противоположной, я замазала все дырки, какие есть в досках. И, соответственно, пока не знаю, может быть, наверное, так останется до весны. Потом будем грунтовать и красить, пока не знаю, в какой, в золотистый, может быть, в светло-шоколадный, может быть, как это называется, желтая липа, в общем, цвет какой-то такой, может быть, в желтый, не знаю. Посмотрим, что у нас там осталось из красок. Дальше мне сейчас надо будет, ну, сегодня, завтра по этой стороне, по передней боковине, по всему переду и вот этой боковине тоже заделать все дырки и по возможности тоже в потолке заделать вот такие вот небольшие дырочки, да, куда может залезть. Аса, пчела, там всякая фигня. Вот. И, собственно, замазать, оставить, чтобы высохло. Не знаю, в этот раз или оставим до весны, хотели еще пошкурить пол, потому что пол у нас из необработанной доски, она вообще не струбанная, мы хотели хотя бы чуть-чуть снять слой, чтобы можно было затонировать, чтобы она, ну, более-менее ровная была и не так много впитывала в себя краски, как необработанная доска. Вот, ну, попробовали, довольно тяжело идет. Человек, который ставил нам сарай, он почему-то решил, что нам нужна именно необработанная доска на полу, поэтому даже не стал на эту тему заморачиваться. Ну, я уже говорила, то, что просишь одно, делает другое. Вот, соответственно, если видите какие-то вот там в уголке щелки, это все потом закроется плинтусом. То есть, это сейчас остается еще на год, на зиму, да, в том состоянии, в каком есть, возможно, еще будет какая-то усадка, поэтому я оставила эти зазорчики, то есть, они есть и вот там вот, и вот здесь есть зазорчики, такие щелки. Вот, возможно, еще, вероятно, усадка будет, потому что изнутри мы обивали в прошлом году, а снаружи в этом году, поэтому вот вдруг еще что-то. Вот, что еще осталось сделать? Так, еще осталось докрасить крыльцом, то есть, нужно прогрунтовать сегодня по возможности и покрасить стены и дверь. Может быть, еще потолок, если получится по времени. Вот, еще, кто помнит, вот в той части за такой нашей старенькой беседкой, я хотела еще, по-моему, весной менять сетку. В общем, нужно там закрыть дырку, потому что к нам лазают все кошки, собаки, все, кому не лень. Вот, поэтому, ну, вы видите, что вот в этой части нету никакого забора, никакой сетки. То есть, я ее там сняла весной и как-то, в общем, забросила это дело. Вот, в общем, там половина участка получается без забора. Забор надо доделать. Вот. Дальше что? Так, сейчас тоже пока параллельно, допустим, замазываю дырки в досках в сарае, да, можно завести костер и добить вот эти вот все куски, какие-то мелкие ветки, траву. Вот тут у нас накрыта трава, чтобы от дождя и от этой самой утром бывает от росы не намокла. вот, все это надо добить и дожечь. Кресло вот это валяется старое тоже надо его добить. Вот, и уже окончательно собственно мы убираем умывальник. Этот сарай у нас будет ломаться в следующем году, так что на него можно не смотреть. Собственно, сарайчик мы, кстати, покрасили той же краской, что и дом в два слоя. Но, как видите, на вагонке это выглядит вообще совсем по-другому, не так, как на той доске, которой отделан дом. Вот, а дом выглядит вот так. Он просто офигенский. Он золотой. Вот, и в общем вот эти вот желтые части, которые остались, уголки и наличники будут краситься, наверное, уже весной и будут такого шоколадного оттенка, но тоже не сплошной цвет будет, а полупрозрачный. То есть доска будет проглядывать структура дерева. Вот, то есть потому, что у нас, как видите, стоки коричневые, трубы коричневые, сливные с водостоков. Вот, будут также вот эти вот наличники, уголки на доме коричневые и рамы тоже будут коричневые. Вот, и на крыльце столбики вот эти тоже будут коричневые. Вот, ну и пока вот так вот обстоит дело, а морковку я буду вот там сажать. Вот, да, Да, так что вот грядки в этом году пока не знаю, может быть распорки между грядками поставлю, чтобы боковины совсем не рухнули. Вот, и оставлю так, потому что грядками заниматься в этом году было вообще некогда. Вообще некогда. И, собственно, вот, вот куча. Я ее две недели назад вот так вот кое-как, в общем, подручными материалами все, что нашла, вот так обила, огородила, и мы сюда скидывали вообще все, и траву, и какие-то элементы всякие разные, и цветы вот там замерзли, и очистки, и залу старую, мокрую, в общем, все сюда накидали, надо будет закрыть, засыпать землей, и уже пролить вот этим вот средством, которое я вам показывала, и накрыть чем-то там, не знаю, полиэтиленом, какой-нибудь штукой. Вот, и все, и оставим до весны, и весной вроде как там будет супер-пупер. И вот грядки мои, сейчас посмотрим, в каком состоянии. Ну, вот, грядки, собственно, выглядят вот так, вот, как видите, правая грядка дальняя, ее немножко расперла, левая более удачная, и я, наверное, просто между ними поставлю деревянные распорки, чтобы грядущей зимой стенки у меня эти еще больше не разъехались и не лопнули. Вот, наверное, так, потому что мне так кажется, что эту зиму они уже не выдержат. И пойдемте дальше еще покажу кое-что. в сарае вы могли видеть большие белые бочонки. В общем, также задача максимум всю золу, которая здесь стоит, находится, пересыпать в эти бочонки и оставить в сарае, чтобы она была сухая и не промерзшая, ну, по максимуму, как если бы она стояла на земле. Соответственно, с земли тоже идет и мороз, и влага. Вот, а нам нужна весной сухая хорошая качественная зола. Вот, поэтому по максимуму. Итак, грядки, что я посадила под зиму и что планируется на будущий год. Значит, в этой части вблизи посажены гиацинты, потом промежуток и здесь три круга тюльпанов. С той стороны грядки посажены нарциссы и желтые крокусы. Да. Вот, ту грядку я не трогала, там мама посадила, я выделила местечко, но там что-то выкопало, что мне надоело, что, в принципе, уже не так красиво выглядит, как в начале. Мама посадила лилии, ей кто-то дал, и лилии, которые она выкопала с другой части участка, вот там между сараем и вот этим стареньким сарайчиком. и вот здесь вот вы видите такая куча, я уже начала копать. Если помните, в прошлом году я там планировала альпийскую горку, в этом году уже все иначе, прошел год, и я поняла, в общем, что я не хочу никакую альпийскую горку, нафиг она мне не нужна. Я, соответственно, мы разгребем эти все ветки, уберем вот этот вот плетистый какой-то лишайник, который мне уже надоел за 6 лет на одном месте. Вот, и в общем я посажу туда хвойники, которые у меня вот здесь вот справа растут. Хвойники, не хвойники, в общем, вот здесь вот на грядке у меня может видеть такая вот вот, вот, это мой грязный ноготь, вот эта вот елочка такая, вот эту елочку, там их три штуки, я ее пересажу вот сюда вот, и вокруг этих елочек посажу пуфе покровный очиток. Тоже вы у меня его могли видеть. Сейчас покажу вам он разрастается уже, вот этот вот краснеет, цвел, кстати, в этом году, вот, он такой сплошным таким, сплошной подушкой, поэтому красивенько смотрится, я думаю, что под этими еловыми веточками он будет замечательно себя чувствовать. И Анютины глазки, которые уже ноябрь на носу, да, они все обильно цветут, и ничего им не становится, они не мерзнут, вот, и эти, кстати говоря, я, по-моему, не упоминала, я их не раз и дотяжала, а сеяла прям летом прям в землю, вот, и, в общем-то, смотрите, как они обильно выросли, обильно цветут, и уже конец октября они еще даже не планируют замерзать, так что, если вдруг вы не в средней полосе, а вот в восточной части от Москвы, или, ну, дача у вас, там, Владимирская область, Ногинская область, Ореховозуево, там, Павловский посад, то бросьте эту затею, рассада вам не поможет, просто кидайте семена и все вырастет, потому что сейчас даже такие семена делают, которые, вот, цветок из них вырос, а сам цветок потом семена не дает, поэтому, поэтому вот так вот, и, собственно, сейчас покажу поближе эти елки, вот эти вот елочки, которым здесь вообще не очень хорошо, я вот хочу на тот угол пересадить, и смотрите, какие корни у люпинов, избавляйтесь от люпина, этот корень, это не морковка, это люпин, и то он оторвался, то есть, я не весь корень и все, ну и, опять же, на будущий год такие планы, громадьез, нужно доделать дорожку, да, мы решили реконструкцию дорожки начать вот с этого перекрестка, поскольку здесь фигурный угол, и плитка вырезалась специально под эту площадку угловую, поэтому двигать начнем отсюда, перекладывать, чтобы не было зазоров, засыпать смесью, в общем, чтобы была такая сплошная дорожка без зазоров, без всяких, потому что трава уже заманала, честное слово, и, соответственно, будет, пойдет дорожка прямо, прямо на вас, то есть, от той вот сюда прямо, соответственно, я все думала, гадала, что делать с этими клумбами, тремя, вот этот треугольный, да, треугольный справа, вот этот, вот непонятный форум, и вот этот треугольный, в общем-то, и за весь сегодняшний, за нынешний год, за лето, я, в общем, планировала, планировала, думала, что-то думала, и решила, что не хочу я здесь вообще клумбы, здесь я буду все полностью убирать, и клумбы здесь будут точечные, я думаю, я думаю, что это будет интересная задумка, и когда это все вплотится, я вам обязательно покажу, что я имела ввиду, потому что объяснять сейчас на пальцах не очень хочется, вот, и, собственно, здесь будет только дорожка и газон, вот эта грядка, мы ее освобождаем сейчас, и будет максимально выкапываться по весне, все, что возможно, затем мы грядку эту перекопаем, засыпем какими-нибудь там переплевшими опилками, удобрениями, в общем, и накроем, и оставим отдыхать минимум на два года, потому что земля уже выродилась, тут ничего не растет, и, в общем-то, ну, тощая, тощая земля, вот, и будет здесь ставится бордерчик небольшой, то есть, в принципе, особо ничего не поменяется, просто будет аккуратная пустая грядочка, вот, в общем-то, вот так все обстоит, осень уже чувствуется, холодно, морозно, и, в общем-то, дело еще полным-полно, травы полно и прочее, прочее, ну, и так, если еще по мелочи мысли, вот здесь у нас крыжовник, крыжовник будет пересаживаться на новую часть участка вдоль грядок, это я еще тоже покажу в процессе, потому что, когда, как это будет происходить, может быть, меняется расположение, но здесь планируется, на этом квадрате, где сейчас тачка вальяж наваляется, да, на этом квадрате планируется ставить сезонную беседку, знаете, так, которая тентом натягивается, то есть, на особо, какие-то особо теплые дни, вот, и, в принципе, на этом, наверное, все, то есть, это такой максимум, что нужно успеть, ну, и по мелочи, да, убрать там дрова, убрать весь инвентарь, собственно, в сарай поставить, в сарай закрыть на замок, все, вот, вот так вот уже у нас осень, уже холодно, уже все, резко бабье лето закончилось, вот, поэтому на этой ноте прощаюсь, может быть, мы еще с вами увидимся, а может быть, нет, подписывайтесь, кто не подписан, ставьте колокольчик, ставьте мне пальчик вверх, мне будет приятно, оставляйте комментарии, пишите, есть ли у вас сдача, как вы на ней, что делаете, какие у вас сейчас работы в конце октября, и увидимся с вами в следующих видео, пока-пока. в следующем году. Спасибо. 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 Продолжение следует...